Государственная страховая организация начала свою деятельность меньше года назад. Несмотря на это, уже произведены выплаты страхового возмещения в размере более 400 тысяч сумок. С каждым днем в эту систему включается все больше граждан, желающих застраховать свое жилье. Ведь от чрезвычайных ситуаций никто не застрахован. О работе страховой организации в материале Дианы Мамековой. В западных странах, да и в ближнем зарубежье, страхование недвижимости является весьма распространенной услугой. У наших же соотечественников менталитет немного иной. Многие думают, что это ненужный вклад. А ведь стихийное бедствие или банальный взрыв газового баллона может нанести серьезный ущерб жилищу. Цель у нас наша, это защита через инструмент страхования наших граждан от стихийных бедствий. В этом году у нас, к сожалению, были очень плохие погодные условия. То есть у нас были и сели, и потопы. В этом году у нас уже 7 случаев произошло. То есть у нас был ураганный ветер в ту сторону Джалабадской области. Сейчас очень большой ущерб у нас становится пожарами. С такой проблемой сталкиваются сотни наших граждан. И только некоторым из них удается получить компенсацию. Так, на сегодня с госстраховой организацией заключили договор 9600 граждан. У семи из них наступил страховой случай. Пятерым уже возместили ущерб. По 155-й постановлению правительства Харжинской республики уплачивалось 200 тысяч сомов суда или 50 тысяч сом разовые. Либо помогали пострадавшим стройматериалом. Допустим, в Турцовском районе у нас сгорела крыша. По линии МЧС они получили бы 6600 сомов. То есть 29 крыши 6600 сомов. Государственная страховая компания выплатила по нашей методике 30 тысяч сомов. Планируется выдача компенсации еще двум пострадавшим. Оба дома сгорели полностью. И теперь они получат по полмиллиона сомов. В госстраховой организации отмечают, что возмещение ущерба много времени не занимает. По закону и по гражданскому кодексу после получения всех необходимых документов должно быть выплачено в течение 30 дней. Но по нашим 6 случаям мы выплатили в течение недели. Собирать кипу бумаг для того, чтобы застраховать дом, не нужно. Необходимо иметь при себе техпаспорт на дом и паспорт владельца. По всей республике открыты филиалы государственной страховой организации. Сумма обязательного страхования жилья зависит от месторасположения вашей недвижимости. Застраховать сельский дом стоит 600 сомов в год. При этом ответственность страховой организации до 500 тысяч сомов. Стоимость страхового полиса в городе – 1200 сомов. Ответственность составляет до 1 миллиона сомов. При страховом случае каждая часть дома оценивается отдельно. 10% на потолок, 30% – пол, еще 30% – внутренняя отделка, 15% – двери и окна, 15% – сантехника. Если говорить по системе Крыс-Почта-Сы, только у Крыс-Почта-Сы 920 пунктов по Кыргызстану. То есть в каждом районе, в каждом областном центре у нас Крыс-Почта-Сы есть. И также финансовую систему в лицебанках мы задействовали. Помимо этого мы развиваем свою агентскую сеть. У нас есть агенты более 67, которые непосредственно осуществляют обход граждан, домов строений. Вот такая реализация. В госорганизации советуют застраховать свое недвижимое имущество всем гражданам. В случае ЧАЭС страховая компания возмещает убытки, позволяя быстро отремонтировать строение, привести его в идеальный порядок без лишних затрат.